Добрый день, уважаемые коллеги, родители. Я постараюсь в свой регламент вместить невмещаемое. Вот так уж вышло. Немножко волнуюсь. Объем просто большой, и моя тема на экране. Но вот до этого, я уже послушав предыдущих ораторов, я бы сюда вписала, знаете, какую фразу? Ту, которую я услышала недавно на научной конференции в городе Таруси. Там присутствовали учителя, директора школ, заучи. Это была тема по здоровью и сбережению, благодарю школьников. И каждый педагог говорил одно и то же. Что здоровье — это категория педагогическая. Я думаю, вы со мной в последствии согласитесь. У нас на оргкомитете было решено, что из большого объема той работы, которую мы проводим, я сейчас просто пропущу тему, которая касается физического здоровья и конкретно сколиозов. Мы проводим большую работу по профилактике сколиозов и выявлению на родных стадиях. Благодаря оптической топографии, это без рентгеновое выявление сколиозов. Поэтому то, на чем останавливались родители на наших совещаниях, собраниях, комитетах, это вот то, что вы видите. Это и правильное питание, это и культура мышления, и цифровая гигиена. Часть уже вопросов сегодня открыта. Я являюсь членом совета, позавчера у нас прошел онлайн-совещание. И, конечно же, огромный поток информации, который я сейчас просто не вмещу, но, возможно, мы потом на сайте сможем это все выложить. Значит, заболевания растут. И вот на первом месте вы видите новообразование. Я совсем тезисно кратко. Ученый, профессор, она обратила внимание, что именно использование мобильных телефонов и систем 5G провоцирует появление у детей злокачественных опухолей. Ну а сетячий образ жизни, все то, что дальше вы видите. И при том, что все это можно умножить на два, потому что ежегодный профосмотр у нас не проводится. А тем более, это в пандемию вообще целый год мы просто пропустили. Да, у нас есть рекомендации Роспотребнадзора. Но у родителей большие вопросы к тому, а кто и как эти рекомендации вообще мало то, что составлял. Потому что, оказывается, у нас есть два разных САНПИНА, которые противоречат друг другу. Мы с вами в такой ситуации находимся, что мы видим, что органам государственной власти необходима помощь квалифицированная. И если эти вопросы не ставить на контроль именно родителей, то, поверьте, наши дети, кроме нас самих, вас самих, никому не нужны. Всего ряда причин. То есть, специально нашла такую картинку, чтобы как-то хоть заметировать, чтобы у вас осталось это в памяти. Потому что, как докладывали наши коллеги, нет методик изомеров. Электромагнитного излучения – это то, с чем каждый ребенок сейчас сталкивается в школах. Наша просьба была и обращение, чтобы вместо Wi-Fi это должно быть проводной интернет. Потому что нет приборов для учета показаний излучения. Нет учета контроля за разрешение времени использования СО. Это вот здесь внизу написано «Электронные средства обучения». То есть, то, к чему нас ведут СОС, цифровая образовательная среда и так дальше. Вы знаете, что у нас департамент цифрового развития. Кто был в прошлом году на нашем форуме «Здоровое детство», у нас выступала Осипова Александра Александровна. Это директор департамента цифрового развития. И все успешно проводится, внедряется СОС. Но у нас к ним была огромная просьба. На каждом нашем заседании Совета при полномочиям говорится о том, что внедрение такими темпами – это фактически и без того, чтобы обеспечить безопасность, это фактически преступление перед нашими детьми. К сожалению, все выводы и резолюции остаются в аппарате и докладываются наверх. Что с ними дальше, я не знаю. У меня было предложение разослать эти рекомендации наших заседаний в регионы, главам регионов, главам министерств и департаментов образования. Но пока этого не было сделано, это было в предыдущем составе при Ане Юрьевне Кузнецовой. Сейчас, буквально вчера будет вчерашнее заседание резолюции, я возьму просто на себя такую обязанность и разошлю и вам, кто там зарегистрируется, и в наш регион и в наш департамент. Вопрос, который поднимается регулярно с жалобами – это качество питания. Что хочу здесь сказать. Во-первых, в 2021 году президент в разговоре с министром просвещения сказал, что все-таки родителям стоит обеспокоиться качеством питания и иметь доступ в школы. И здесь у нас есть хороший ресурс. Наша организация вошла в Комитет технического контроля Росстандарта и на нас сейчас идет апробация ГОСТов. Мы с этим зашли уже в ряд школ. Есть контакт с многими директорами и на базе департамента общественной безопасности, членом совета которого я являюсь, мы провели подготовку родителей. И зашли в несколько школ, чтобы просто опробировать, как можно проверять питание. То есть не с целью проверить и кого-то привлечь, а с целью помочь школе найти пути решения. И два года... Скажите, а кто-то был из вас на конференции 19 августа, была родительская конференция, можно увидеть? То есть очень мало людей, я тогда повторюсь. У нас в течение последних двух лет были мониторинги питания в составе рабочей группы Единой России, а затем депутатам ЗАГС Собрания. Но из-за пандемии выводы не были сделаны, не подведены итоги. В итоге мы родительским сообществом собрались, подготовились и тоже прошли с мониторингом. И я часть продукции, которую я взяла прямо из одной из школ, неважно вообще из какой, потому что продукцию поставляют одни и те же поставщики во все школы. И из соседнего магазина увезла в магазин лабораторный анализ, в Москву точнее. И вот что вы видите, значит, был выявлен фальсификат масла и фальсификат моркови, отравленный некаталогизированными пестицидами. И здесь уже забили тревогу и наши коллеги, это Российский институт потребительских испытаний. Собственно, за их счет, за счет фонда брезинских грантов эти лабораторные исследования были реализованы. Что мы можем сделать? Первое, это сейчас ведем работу над тем, чтобы найти средства, чтобы регулярно можно было отбирать на анализ эти образцы. Я скажу, что год назад мы взяли образцы из ласпий, из лагеря, отвезли в нашу симферопольскую лабораторию. Но если бы мы вот эти вот образцы, которые вы видите, я отвезла не в Москву, а в Симферополь, это бы не было выявлено, потому что не все может делать симферопольская лаборатория. Таким образом, качество продуктов, предназначенных для питания детей в государственных общеобразовательных учреждениях, зачастую ниже качества продуктов, которые поставляются в магазины. Так оно и получилось. То, что я взяла в магазине, это было нормально, то, что было в школе, это был фальсификат. И, к сожалению, для очень большого количества детей шанс поесть нормально предоставляется только в школе. А получается, в школе мы их просто отравляем. Переписка с департаментом ничего не дала, но сейчас, это был предыдущий глава департамента, сейчас Лариса Олеговна большая благодарность идет навстречу, и мы в таком рабочем диалоге думаем, как это все решить. Но, опять же, если мы понимаем, что в каждой школе есть ответственные по питанию, вот без вашего активного участия ничего не поменяется. Как это сделать? То есть родители не идут на пищеблок, это просто услуга питания, то есть это можно делать в зале, где принимается пища. А если говорить об отборе продукции на лабораторный анализ, это уже отдельная история, которую мы тоже будем проводить обучением. У нас до 20 операторов питания, и вы знаете, я пробуя еду, я не ленюсь, просто иду и кушаю в тех школах, где мы находимся. Есть реально очень вкусные, вкусно очень кормят, и я бы с удовольствием, чтобы в нашей школе были некоторые операторы. Есть школы, где просто даже страшно садиться. Я просто, опять же, без названий, вы все все знаете. Но если ребенок жалуется, что невкусно, или вы видите вот такую вот несъедаемость, то есть мы просто смотрим коэффициент несъедаемости, это значит, что приготовлено либо не по технологии, либо что-то было не так с сырьем. Опять же, как оно хранится. За прошедшее время, вы знаете, что очень сильно скопнули цены. И мы обратились в департамент образования, чтобы пересмотрели стоимость питания, потому что за те копейки невозможно взять качественный продукт. Нам пообещали, что с нового года к этому вопросу вернутся, но в итоге сейчас мы узнали, что, значит, не знаю, заставили, не заставили. В общем, сделали так, что отыграли операторой питания тендер, и упала цена еще больше. То есть было если 90 рублей завтра, то сейчас 60. Ну, за эту стоимость, я боюсь, что я не знаю, чем наши детей кормят. Поэтому здесь очень острый вопрос. Вот здесь вы видите колбаса, которая вообще не должна быть ни в коем случае в учреждениях детского питания. Это дети приносят из школы. Вот мне просто передали фотографию. Здесь вы видите соленый огурец, чтобы вы понимали, под названием салат. На самом деле салат – это минимум два ингредиента. Это не соленый огурец. Бывает, что вместо салата кладут просто горошек или кукурузу консервированную. Это не салат. То есть это все нарушение, на самом деле. У самой богатой страны в мире нет денег, чтобы не соленый огурец положить, утопить в каше, да, а нормальный салат сделать. Вы знаете, каждый, каждый, я понимаю, да, у меня буквально немного осталось. В каждом регионе решается по-своему этот вопрос. И вот у нас сейчас в каждой школе готовят кушать. То есть прямо здесь приготовили и раздали, здесь все горячее и так дальше. Есть варианты, когда возможен единый поставщик. То есть будут возить, значит, в одном месте это все якобы легче проконтролировать, с одной стороны, с другой стороны вы привозите и разогревают. Я знаю, что эксперты многие и не приветствовали бы такое, потому что это нужно привозить в каком-то пластике, это все разогревается, как это все хранится и так дальше. Поэтому, если станет вопрос, ну, я думаю, что нужно это обязательно будет обсуждать с родителями. Вот здесь вот рукомойники вы видели, как у нас бывают, да, в некоторых школах. Здесь я вот фотографию привела, мы были в мониторинге питания в частной школе в Москве. Ну, а здесь наша группа в департаменте безопасности, которая прошла подготовку по ВКС с врачом-гигиенистом, распотребнодзором, эпидемиологом. По этому QR-коду вы можете отследить переписку РИПИ, наших партнеров от нашего имени, с нашим департаментом образования в позапрошлый год. Ну, пока результата пока нет. Работаем дальше. Здесь я уже сказала, что, значит, у нас два ГОСТа сейчас пробируются, и, собственно, мы с ними и заходили по школам. Это руководство по родительскому контролю за организацией услуг качества общественного питания в школах, а также общие требования к предоставлению услуги питания. Знаете, вот если говорить, что мы воспитываем сейчас детей в школах, то вот питание – это такой огромный, ну, так сказать, жизненный такой вот опыт, да, у ребенка. Поэтому, если школа озадачится, то это такое огромное направление для того, чтобы воспитать вкус, воспитать эстетику приема пищи, да, а не просто там поставить какие-то пластиковые там стаканы, да, и обузные тарелки, которые не должны быть там абсолютно, да. Это можно придумать очень много интересных вещей вместе с родителем, которые вообще пить и работают, какие-то мастер-классы и так дальше, там, по накрытию столов. Принимайте участие, вдумайте, потому что, ну, без вашего активного творческого участия это сделать очень сложно. А тем более в той загрузке, в которой сейчас находятся учителя. Следующий момент – питьевой режим. Специально вот спровоцировала… Я понимаю, но дело в том, что, во-первых, люди устали, во-вторых, у нас есть регламент… Уставшие люди, даете еще там несколько минут? Давайте, по-моему, три минуты закрутим. Спасибо. Вот предыдущий ратор мне очень понравился, Светлана Юрьевна Гудкова, да, нарколог, врач-нарколог. Очень интересно и правильно все рассказала, даже есть момент, который мне был в новинку. И мы тут же вот одной мамой вышли, значит, за ней, да, и вопрос стоял, конечно же, о детях, которые уже, вот как Татьяна Михайловна сказала, что будут пробовать. Пробуют дети, что с этим делать? И мы, конечно же, с задачей на эти вопросы, и по школам мы проводим, городской родительский комитет, собственно, проводит уроки трезвости. У нас здесь есть вот Никита Петрович, наш наркоплевентолог. Вы знаете, дети по-разному реагируют, есть очень вдумчиво, есть классы, где вообще потеряна логика, а есть классы, где в конце, когда он задает вопрос, кто-то принял ли из вас решение поменять отношение к этому, я вижу вот то, что лес рук, но участие у детей откровенно говорят, что да, мы пересмотрим. Потому что мы подходим, наши лекции построили не с позиции здоровья, у детей нет этой проблемы здоровья, у них ничего не болит, а с позиции манипуляций, с позиции понимания, что происходит, твой ли это выбор. И здесь тоже важно ваше участие как родителя. Если вы хотите, потому что у нас больше 60 школ, чтобы для вашего ребенка была прошла такая лекция, звоните, приглашайте, в конце дам контакты. В этом году мы уже второй год проводим по материалам общего дела, которые рекомендованы Министерством просвещения, конкурс молодежный с 14 лет. Все наши школы получили приглашение, вот сейчас уже, я знаю, три уже записалось, до 1 октября идет запись. Это, опять же, с детьми с 14 лет их будут профессионально и актеры, и работники культуры, бизнес-сообщества вовлекать в разговор по целеполаганию. А вот уже через мечту, через целеполагание подводить к тому, что все-таки, если ты хочешь, чтобы твоя мечта сбылась, нужно оставаться здоровым. И этот вот конкурс призван помочь именно этому направлению. Поэтому, если хотите, помогайте вашим советникам по воспитательной работе, потому что они боятся брать на себя нагрузку, да, то есть в этом конкурсе участвовать. Я скажу, что за предыдущий год одна наша команда выиграла и полетела в Москву, жила в шикарном санатории, было три дня, мастер-класс. И есть еще по другим регионам прецеденты, когда дети, вот в рамках этого проекта, они разработали начальный проект, доработали его, подали на грант и выиграли, смогли его реализовать. И последнее. У нас так вот мой личный опыт, мой сын четвертого класса, когда заканчивал четвертый класс, родители вдруг решили, что нужно куклу Хаги-Ваги для четвероклассников. Я удивилась, что у нас в классе не нашлось, ну, фактически ни одного родителя, который понимал бы, что это психотравма для ребенка. Это не значит, что мы должны возглавить и там везде с Хаги-Ваги ходить. То есть вы понимаете, что этот монстр, урод, убийца, который, значит, там должен обнимать и так дальше, это не те образы, которыми нужно окружать детей. И мы просто пошли другим путем, уже, значит, мне звонили с угрозами, что если вы будете намешать, это не родители, а та контора, значит, где заказан был праздник, вот, то мы примем меры. Я говорю, да я не буду, потому что я написала в Совет Примополномочий, нам сейчас в федеральный закон вносится изменения. То есть наш профильный с вами, 436-й федеральный закон о защите детей от информации, наносящей вред здоровью и развитию, он должен меняться и пополняться новыми видами тех материалов, которые могут содержать в себе угрозы. Потому что раньше там не было ни игрушек психологопедической экспертизы, ни там бытовых каких-то предметов и так дальше, одежды. А эти все образы окружают детей. Вот то, что вы видите на картинках, это наши родители снимали, это одежда, я думаю, что вам это не ново. Вот, а где написано «Cut here», это значит «резать здесь», это один из интернет-клубов, где есть и Федерация киберспорта, и киберигры и так дальше. И когда я подошла с вопросом к хозяину, вы понимаете, что у вас сидят 7-летние дети, а вы им предлагаете «резать здесь», а еще где-нибудь там, нанюхавшись нюсов, или там, что нам рассказывали, солей, они могут это и попробовать, вот, то я думаю, что здесь должен быть более широкий диалог общества, силовых структур власти для того, чтобы нашим детям помогать и обеспечивать безопасность. Потому что мы сами, родители, вы видите, не справляемся, мы хотим этого, но без системной работы всех членов это невозможно. Геабилитация дороже, чем профилактика, поэтому проблема не решит здравоохранение, и эта тема все-таки должна быть под контролем и образования в том числе. И последнее, я хочу сказать очень важный момент, вот то, над чем мы работаем. Это не просто борьба, там, знаете, вот нас говорят, вот вы вечно контролируете. Нет, мы стараемся создавать какие-то проекты для того, чтобы проложить тропинку, чтобы по ним дальше идти. Чистая информационная среда – это сертификат, который позволяет родителю ориентироваться на то, что здесь, в этом вот зоне у нас, видите, и 35-я береговая батарея, и 11-я береговая батарея, и психолог и я, ИРИЦА, центральная величина система для детей, наш СЕФТЮЗ, тоже вы видели баннеры сегодня, да, музей истории в нашем институте развития образования, центр созидания и улучшения информации. Вот сегодня отмечу даже этот центр. Значит, когда вы видите такой значок, вот детки под зонтиком, это значит, что здесь точно знают, что такое информационная безопасность и как ее обеспечить. И последнее, два таких вот ярких проекта, которые один уже реализован, а другой мы сейчас планируем делать. Мы пошли по четырем школам в разных районах с выставкой русской культуры. Вот я красным выделила, какое красивое цыганское платье, говорит мне девочка, миленькая, это традиционный русский сарафан. Мы знаем много культур, мы знаем, как одеваться модно, круто, а что такое вот что-то русское, а русский ли я, или вообще где мы живем, то есть мы на Запад, или на Восток, или мы наша цивилизация. Об этом дети, когда узнавали, они с огромным интересом подходили на выставку нашу, говорят, а вы еще будете, а на следующую переменку можно подойти к вам? У нас были игрушки, и примерка национальной одежды, и инструменты музыкальные. И вот сейчас, в завершении доклада, я хочу сказать, что у нас грядет в декабре месяце двухсотлетие выдающегося русского ученого Николая Яковлевича Данилевского. Его могила находится у нас в Шатке, это на территории лагеря имени Комарова. Вы знаете, я просто здесь выписала, чтобы вам было наглядно понятно, что категории, которые он первый раз представил, душа народа, национальный характер, исторический инстинкт, это то диалог, о чем мы хотим сейчас начать с нашими детьми. А кто я есть? Я крутой американец, ковбой, это чьи-то другие образы. В Японии за то, что ты входишь в кимоно, тебе делают скидку даже для проезда в транспорте. В Германии, если ты приезжаешь, у тебя есть возможность прийти в магазин и одеться в традиционный германский наряд. Почему нам должно быть стыдно какие-то элементы из своей традиции применять? Вы знаете, когда мы для наших студенток Института развития и образования ПЭД-колледжа делали такую примерку, у них даже осанка менялась. Они все пришли в джинсах, такие вот сели, девчонки еще в этих масках. Они сняли, мы заплели им косы, у них осаночка, у них даже походка поменялась. Смотрите, какое-то чувство достоинства, это было просто прекрасно. И вот с этим проектом при поддержке Департамента культуры в декабре месяце мы пригласим старшеклассников, чтобы говорить о национальном самоопределении. И в заключении хочу сказать, что мы сейчас запустим рабочую группу по итогам круглого стола, которое прошло в ЗАГСобрании при участии нашего сенатора, которая, наверное, единственная была очень глубоко в теме, что у нас творится с учебниками, с программами образовательными и так дальше. И что цифровизация теми темпами, которые сейчас нам конкретно навязывают, она недопустима. Об этом говорил член Совета по правам человека при президенте Игорь Станиславович Ашманов, который выступал у нас онлайн. Если кто заинтересуется, посмотрите, пожалуйста. Очень мощно объясняет, что если вы хотите цифровую грамотность, то это доска и мел, а не гаджеты везде. Это наши координаты. Если будут предложения какие-то, мы не боремся, мы стараемся это сделать в конструктивном диалоге, и, если получается, еще и в проектной деятельности. Добро пожаловать.